Всем тихой ночи! И снова пора разобрать городские легенды, попавшие в SCP. Мистические истории о потусторонних существах и явлениях, которые люди рассказывают друг другу, часто служат основой для объектов фонда SCP. И в этом видео мы уже в седьмой раз убедимся в этом. Однажды где-то в Токио люди начали замечать странное существо. Оно выглядело как женщина в обычной офисной одежде, в медицинской маске и зонтом. Выделялась разве что бледностью, более высоким, чем средний ростом, и тем, что у нее независимо от погоды всегда был с собой зонт. Если человек встречает ее в темном переулке, она подходит к нему и спрашивает, красивая ли она. И если человек отвечает отрицательно, существо начинает бить жертву своими мощными когтями, оставляющими смертельные раны. Если ответ положительный, то женщина снимает маску, обнажая покрытую глубокими порезами нижнюю часть лица, и повторяет свой вопрос. На ответ нет, реакция прежняя, а в случае если признать ее красивой, она нанесет раны, подобные тем, что у нее самой на лице, и уйдет. Фонд довольно долго собирал все свидетельства появления этого существа, но поймать его не смог, так как появления его происходили без видимой логики. Фонду даже пришлось обращаться к одной из организаций, связанной с японским филиалом SCP, для того, чтобы разработать ритуальную ловушку для монстра. Путем мистических манипуляций получилось спровоцировать появление этого существа в определенное время на определенной улице, где уже стоял сотрудник класса D в качестве приманки, однако план не сработал. Пули с транквилизатором прошли духа Йокая насквозь, и он, поняв, что попав в ловушку, просто исчез вместе со своей жертвой. Сотрудник D-класса, впрочем, не погиб, а появился в другом месте. Несмотря на неудачную попытку захвата сущности, ей был присвоен номер SCP-6979, и в одном из учреждений фонда для него приготовлена камера содержания, ждущая, когда ученые организации придумают, как содержать объект. Но откуда же взялась настолько неуловимая штука, что даже фонд не смог ее поставить на содержание? По самой истории, можно вполне подумать, что она из японских городских легенд о духах Йокаях. Мии так и есть. Согласно оригинальной легенде, Кучасаки Оно, так она называется, когда-то была прекрасной женой самурая, однако в какой-то момент она стала ему изменять. Тот узнал об этом и изрезал ее, оставив страшные шрамы. В более современной городской версии легенды ей провели неудачную пластическую операцию, в результате которой она из обычной симпатичной девушки превратилась в довольно страшную. Каждому времени свои герои и истории. Так или иначе, после смерти она вернулась в качестве злого духа. Ее лицо изуродовано, а рот наполнен острыми, как ножи зубами? Когтей, как в документе SCP, правда нет. Зато в руках всегда есть какой-то режущий предмет, заточенный до идеальной остроты. Это могут быть ножницы, скальпель, бритвы или даже какой-нибудь японский меч. Что, кстати, тоже зависит от того, какой вариант легенды вам попался. Более старинный или современный? Неизменным остается только диалог, в котором, чтобы выжить, нужно правильно ответить на вопросы от сверхъестественного существа. В случае неправильного ответа, жертва может быть зарезана на месте. Но не всегда. Иногда мстительный дух может затаять обиду и прийти потом к жертве ночью, чтобы медленно изрезать лежащего в кровати человека. Зато оригинальная городская легенда предлагает и хороший исход встречи. Ведь на самом деле Кучаса Киона – женщина вежливая. И если сказать ей, что вы очень спешите, и у вас нет времени отвечать на вопросы, она не будет отнимать вас в драгоценное время и просто исчезнет, чтобы найти себе новую, праздно шатающуюся по улицам жертву. Также оригинальная легенда говорит, что духа можно просто запутать, ответив, что ее внешность средняя. И пока дух будет думать, что делать, можно убежать. Следующий экспонат нашей небольшой коллекции – это Мокеле Мбэмби. Довольно долго не имел собственного объекта, но иногда упоминается в мире SCP в целом. Его, конечно же, видел во время своих приключений Лорд Блэквот, а агенты фонда впервые услышали о нем, когда ставили на содержание другой объект – SCP-1265. Тогда на содержание был поставлен участок земли в Конго размером в 50 километров квадратных, на котором время от времени появлялись разные вымершие животные, в основном обычные динозавры. Однако среди них можно было заметить и мистическое существо Мокле Мбэмби. Оно довольно долго не особенно интересовало фонд SCP, однако чем дальше, тем больше свидетельств существования монстра собирали исследователи тайной организации. Этот криптит описывается в дневниках путешественников, а встречах с ним сообщают местные жители. В какой-то момент таких записей стало так много, что они были выделены в отдельный объект SCP-7565. Судя по описаниям, существо похоже на динозавра Завропода, который при этом может жить как на суше, так и в воде. Имея размер крупного слона, монстр очень подвижен и агрессивен, и поэтому довольно опасен. Он нередко нападает на человека, а если чувствует для себя угрозу, легко скрывается в ближайшем озере, реке или болоте. Где-то в 80-е агенты SCP попытались найти объект, для чего опросили множество местных жителей в Конго. Интересно, что большинство из них сообщили, что ничего такого никогда не видели. Никаких свидетельств наличия монстра агенты организации так и не встретили, так что возможно объект прячется каким-то аномальным способом. Это могла быть неплохая история о том, как агенты SCP гоняются за тем, чего не существует. Но раз о Мокле Бэмбе упоминается в приключениях Блэквуда, то всё намного сложнее, ведь Блэквуд описывает мир, который был до одного из смещений реальности. Событие мира SCP, в результате которого многие мифические существа пропали из бытия, оставив после себя лишь свои бледные тени. Что более интересно, Мокле Бэмбе ищут не только агенты фонда на страницах сайта SCP, но и реальные сторонники альтернативной зоологии. Впервые о криптиде сообщает немецкий капитан Вонштейн. Точнее он сообщает о том, что в 1913-м местные жители на территории нынешнего Камеруна рассказали ему историю не то о животном, не то вообще о духе, обитающем в болотах. Оригинальный Мокле Бэмбе был размером со слона, имел длинную шею, хвост как у крокодила и всего один огромный клык либо рог, которым протыкал жертву насквозь, а также он имел без следа исчезать, когда замечал преследование. Описанная капитаном легенда имела огромный успех, об африканском монстре написали многие газеты того времени, а в книгах криптозоологов чудовище описывается как реальное существо до сих пор. Также до сих пор искатели криптидов предпринимают и попытки его поисков, забираясь все глубже в африканские болота. Наверное, именно саму идею подобных поисков того, чего изначально нет, и передает объект SCP-7565. Там такая мысль напрямую проговаривается. Агенты SCP гоняются не только за японскими духами и африканскими криптидами. Где-то в 60-е годы археологи фонда SCP, следуя очередной древний храм индейцев, обнаружили в нем множество фресок, говорящих о том, что древним были известны современные технологии. Этот объект получил номер SCP-4400 и скрывал он куда больше тайн, чем показалось поначалу. Оказалось, что древние жрицы этого храма придумали ритуал, позволяющим общаться с древней змееподобной сущностью. И в самом этом храме мудрая змея открыла многие секреты, например, расщепление атома. Узнав такие тайны мироздания, жрец создал под храмом сложную магическую машину, исследуя которую фонд SCP пришел к выводу, что это устройство то ли магический ядерный реактор, то ли вообще древняя атомная бомба. Поначалу может показаться, что объект SCP-4400 это полностью придуманная авторами SCP-история, однако за ней стоит целая конспирологическая теория. Где-то в 50-х годах мексиканские археологи обнаружили гробницу правителя майя по имени Покал. Внушительный погребальный комплекс оказался интересен своими богатыми и сложными украшениями. Древние индейцы постарались над тем, чтобы было видно, что помер уважаемый человек. Особый интерес представляет гробница Покала сама по себе. На каменном гробу просто нет такого места, на котором бы не были выбиты какие-нибудь сюжеты. Тут можно увидеть и космос представлений индейцев, и змееподобных божеств, а также мировое древо. Сам древний правитель изображен в окружении атрибутов, характерных для бога кукурузы, очевидно ставя себя таким образом в один ряд с божествами. Великий кукуруза, короче, перед нами. Но, конечно же, конспирологи увидели куда больше. Тем более, что разнообразие форм и сюжетов это вполне позволяет. По мнению поклонников теории заговора, тут изображено что-то очень технологичное. Ведь если так посмотреть, человек в центре как будто бы управляет механизмами вокруг, рычагами и педалями, а значит изображено не что иное, как космический корабль. Такая идея была изложена в книге сторонника теории влияния пришельцев на цивилизацию людей Эриха фон Деникина, опубликованный в конце 60-х под названием «Колесницы богов». После этого поток замечательных теорий было уже не остановить. В интернете можно найти теорию, что на гробнице на самом деле нарисована машина времени, на которой оператор перемещается в будущее и прошлое, и даже в другие миры, через измерение мёртвых. Ну, по крайней мере, эта теория лучше той, что про космический корабль, потому что в ней хотя бы символы на гробнице. Интерпретируются именно как символы, а не как современные механизмы. На фоне всего этого истории из SCP-4400 уже не выглядит особенно необычной. Что-то такое вполне бы мог предположить очередной конспиролог, тем более что безумные теории о том, что в древности была ядерная война, на самом деле довольно популярны. Я тут заметил, какой интересный контраст создают первые два объекта из этого видео. С одной стороны, африканский монстр, которого бесплодно пытаются найти европейцы, каждый раз убеждаясь в том, что его просто нет. С другой стороны, японский дух, который вроде бы персонаж городской легенды. Изначально выдумка впечатлительных горожан. А с другой, мифический дух, в которых Японии, в общем-то, принято верить. Ведь вера в духов, это там вообще-то говоря религия. Какой из этих подходов к мифу и легенде более правильный? А какой более интересный? А может, вам вообще по душе теории заговора? Напишите в комментариях. А пока всем пока!